Любимая программа наших всех гостей. Единственное, что она двухдневная, поэтому с детками, конечно, будет немножко проблематично ехать в Сахару. Дальше. У нас есть поездка в столицу, Тунис. Потом в этой же поездке включен Сидибусаид, бело-голубой город или город художников его еще называют. Также вы посмотрите развалины древнейшего города Карфагена, который был в столице Эмпири Феникина. И там сходились все таковые пути из Западной Азии и Сахары. То есть, в принципе, довольно интересное место. Кроме того, вы посетите еще музей Бордо, где сохранилось более 2000 римских мозаик. Есть прогулки на пиратских яхтах, есть сафари-парки всевозможные, есть лазерное шоу Эльзах. То есть, в принципе, вариантов как разнообразить ваш отдых довольно много. Вот, подробнее об этом вам отельные гиды расскажут. И еще по поводу вашего отеля. У вас все включено, правильно? У вас есть два ресторана а-ля карт. Вот как в них записывается, что у вас там платно, что бесплатно. Полностью всю концепцию ваших отелей тоже у ваших отельных гидов. На инфо-встрече возьмите распечатки. Чтобы вы знали, где у вас идет запись, где у вас напитки платные, где бесплатные в этих ресторанах. Чтобы вы все имели так в виду. В принципе, считайте, мы уже приехали. До города монастырь здесь можно добраться, в принципе, на такси. Местный транспорт тоже ходит здесь, такой транспорт как метро. Мы обычно советуем на такси ездить, потому что такси здесь довольно недорогие. И, по крайней мере, они вас привезут туда, куда нужно. А метро ходит в разные направления. И в СУЗ, и в Монастырь, то есть и в Кантауи. Главное, чтобы вы не туда не заехали, знаете, куда не надо. Потому что у нас было такое, что гости терялись. Вот, в итоге. Так, сейчас при выходе, пожалуйста, контролируйте ваш багаж, да, чтобы вы ничего не забывали на верхних полочках, внизу под сиденьями. И организованно заходим, оставляем багажик, браслетики одеваем. Я вам карточки сейчас регистрационные на ресепшн не раздам. До полной остановки, пожалуйста, не поднимаемся со своих мест. Приехали уже.